Взгляд Нарышкин Конституционная реформа на Украине дает шанс установить мир Л. Нарышкин Конституционная реформа на Украине дает шанс установить мир 4 марта 2015 года 23.36 Конституционная реформа на Украине является единственным шансом установить полноценный мир в стране, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин Безусловно, мы не можем быть в стороне от событий, которые происходят в Братской для нас в стране Мы понимаем, что конституционная реформа – это единственная возможность установить полноценный мир, восстановить доверие к власти на Украине Сказал Нарышкин в интервью телеканалу Россия 24, передает РИА Новости Мы следим за конституционным процессом, который стартовал с издания президентом Порошенко указа об образовании Конституционной комиссии Со своей стороны мы публично предлагали нашим украинским коллегам свою помощь, готовность помочь в этом вопросе Но пока ответа не получили, сказал Нарышкин Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, киевские власти намерены завершить пересмотр Конституции страны к сентябрю 2015 года Напомним, 22 февраля представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что минские договоренности включают согласование Киевом всех изменений Конституции Украины с ДНР и ЛНР 14 февраля сообщалось, что ДНР и ЛНР предложили Киеву список поправок в Конституцию Украины 12 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ходе почти 16-часовых переговоров был подписан документ контактной группы о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей Документ предполагает прекращение огня в Донбассе с 00.00 по местному времени 15 февраля Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта на равные расстояния шириной минимум 50 км друг от друга Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ Разоружение всех незаконных групп и формирований Проведение конституционной реформы на Украине до конца 2015 года Проведение выборов в отдельных районах ДНР и ЛНР с соблюдением стандартов ОБСЕ и БДИПЧ Бюро по демократическим институтам и правам человека А также определение особых статусов республик